Это что такое? Это Intel Core i5-13400F. Проще говоря, самый народный процессор из всех актуальных для игровых ПК. А это самая народная видеокарта современности – RTX 4070. А это вот и есть тот самый народный игровой ПК в красивом, чёрном, чётком корпусе, на котором мы хотим играть в 4К. Только вот получится ли? Давайте посмотрим, есть ли 4К гейминг на бюджетном железе. Относительно бюджетном, конечно же. Сначала всю эту красоту надо, конечно же, собрать. И, детки, не делайте моих ошибок, я сто лет не собирал компы. И вместо того, чтобы сначала подключить к мамке процессоры кулер и только потом её устанавливать в корпус, я сделал всё наоборот и потом долго мучился, пытаясь этот кулер подключить. Вы будьте умнее и так не делайте. Что собираем? Вот такой наборчик. Нельзя сказать, что всё это прям супер доступно, это скорее средний уровень, чем народный или ультрадоступный. Но ничего сверхъестественного в этом наборе нет. Процессор у нас самый актуальный, вот он действительно самый народный. Intel Core i5-13400F, десятиядерный CPU в 16 потоков и бустом в 4.6 ГГц. И хотя формально это 13 поколение, но никакого отношения к Raptor Lake, к актуальному поколению этот процессор не имеет. Он построен на Elder Lake. Максимальное потребление у него может быть 148 или 154 ватт, в зависимости от версии. Обычный Core i5-13400 – это процессор с интегрированной графикой. А наша версия Core i5-13400F, вот с этой приставкой F, не имеет интегрированной графики, обращайте на это внимание. Сверху процессора кулер Deepcool AG400BK, достаточно простенький, не самый дорогой, конечно же, с RGB подсветкой. Его в принципе хватает для этой системы без проблем, но он шумноват. Даже в тихом режиме работы ночью или вечером в тишине его слышно. По-хорошему, надо было, конечно, разориться на Noctua, но знаете, Noctua стоит подороже, причем заметно дороже. Материнская плата у меня – это Asus ROG Strix B760 Gaming Wi-Fi. Это micro-ATX плата с сокетом LGA1700, то есть она работает с процессорами Intel 12 и 13 поколения. На плате есть два слота под M.2 SSD, поддержка Thunderbolt 4, есть поддержка DDR5 памяти, всего доступно 4 слота, и также есть встроенный Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. По подключениям сзади у нас тут имеется один Type-C USB 3.2 Gen2, еще один USB-C на уже 3.2 Gen1, один большой USB-A 3.2 Gen2, дальше USB-A 3.2 Gen1, одна штука, ну и еще 4 USB 2.0 для всякой периферии. Короче, USB-шк тут нормально. Также тут имеется оптический аудиоразъем, миниджек, сетевой разъем на 2.5 Гбит в секунду, HDMI-дисплейпорт и два разъема под антенну Wi-Fi. Единственное, что в таком формате, в формате micro-ATX надо учитывать, что после установки карточки RTX 4070 у вас не останется места для подключения других PCI-устройств. Ну то есть свою звуковуху вы сюда уже не воткнете, это тоже надо учитывать. Ну и конечно тут есть легкая, я бы сказал акцентная RGB-подсветка, ну на всякий случай. Видеокарта. У меня это Asus TUF Gaming RTX 4070 с 12 гигабайтами GDDR6X памяти, шина 192 бита и тут в отличие от более доступных 4070, чуть более продвинутая система охлаждения и 3 кулера, а не 2. У вентиляторов есть даже защита от пыли IP5X. Карта массивная, сзади у нее металлическое основание и весит она больше килограмма. По выходам есть 3 дисплейпорта 1.4 и 1 HDMI 2.1. Надо отметить, что TUF Gaming RTX 4070 это довольно производительная карта, но при этом очень тихая и в ней предусмотрено сразу два режима работы. Тихий и производительный, при котором кулеры даже на низкой нагрузке вращаются быстрее. Переключается все это дело физически на самой карте, потому что фактически тут двойной BIOS. Память у меня Kingston Fury Black, две планки по 8 гигабайт с частотой 3200 мегагерц, это DDR4 память. Конечно же с RGB, куда без этого. Накопитель M.2 SSD PCI Express 4.0 на 1 терабайт, у меня конкретно ROG Strix SQ7, первый раз вижу такой SSD. Блок питания ROG Strix 650 Gold со съемными кабелями, блок соответствует сертификации 80 Plus Gold. Внутри используются радиаторы на всех ключевых компонентах и по всем обзорам этот блок питания и тихий, и не греется выше нормы. Есть даже гибридный режим работы, при котором кулер в этом блоке питания запускается только при нагрузке выше 50%. Блок, кстати, стандартного размера, несмотря на съемные кабели, и для нашей сборки в этот корпус вписывается идеально. И наконец сам корпус черного цвета. Asus Prime Case под материнские платы формата Micro ATX. Кейс на самом деле небольшой, кстати, бывает еще в белом цвете. Внутри все довольно неплохо продумано, все крышки снимаются без болтов, садятся на специальные пластиковые защелки. Есть возможность установить дополнительные кулеры в систему, есть место даже под водянку. На передней панели два Type-C, миниджек, два больших USB-I и кнопка включения. Блок питания в этом корпусе расположен в передней части необычным способом, и подключение его к электричеству выведено назад отдельным кабелем. Снизу есть сетка-фильтр на магните, есть возможность замутить кабель менеджмент, для этого можно откинуть с другую крышку и все посадить на стяжке. Металл у этого корпуса толстый, сделано все на совесть, кейс точно переживет несколько ваших сборок. Весит он чуть меньше 6 килограммов, высоту 35 сантиметров, ширину 46, ну а глубина 20 сантиметров. Просто красивый и достаточно функциональный корпус. Ну и давайте наконец посмотрим на этот ПК в играх, на что способна такая сборка. Для начала наш любимый Cyberpunk 2077. Конечно, Core i5-13400F — это не самый производительный процессор на планете. Но это довольно недорогой процессор, и в паре с RTX 4070 в Cyberpunk можно выжать в среднем 65 фпс на высоких настройках графики с редкими событиями в 50 кадров. Это с отключенным Ray Tracing и DLSS. Включаем Ray Tracing и DLSS 3 — получаем чуть поменьше кадров, примерно 60 в среднем, и 45 фпс для редких событий. Это все я тестировал в 2к разрешении. А теперь давайте посмотрим, реально ли на такой машине играть в 4к. Запускаем Cyberpunk в разрешении 4к, без Ray Tracing и DLSS, и получаем 28 кадров в среднем, и играть, если честно, можно, но очень некомфортно. Однако, если мы включаем DLSS — получаем уже вполне стабильные 40 кадров с редкими событиями до 35. В общем, в 4к играть вполне можно. Cyberpunk, например. Но с DLSS и без Ray Tracing. Посмотрим на другие игры. God of War — качество на максимум, разрешение 4к, и в среднем мы получаем 85 фпс с редкими событиями до 60 кадров. Неплохо. Да, игра не новая, но если вы еще ее не прошли, я вам ее очень советую. В 4к с таким железом легко. Resident Evil 4 Remake — графика на высоких, Ray Tracing — опять же 4к разрешение, и в среднем получаем 60 кадров, а для редких событий — 50. В общем, из того арсенала, что я запускал, почти все игры можно запустить в 4к на максимум, где-то на средних настройках, где-то с DLSS, где-то без него. Но даже с таким простеньким камнем этот ПК прекрасно тянет все актуальные игры. Возможно, у него не такой большой ресурс с этим камнем. Я про то, что через пару лет на R&K MT новые игры появятся. Но в целом я остался доволен. Часть игр я протестировал на 2к мониторе с быстрой разверткой, и получается вот такой расклад. Battlefield 2042 — 134 фпс в среднем, с редкими до 76 — это в 2к разрешении, напомню. Atomic Heart — ну куда же без него. 87 кадров в среднем и 62 фпс для редких событий. Red Dead Redemption 2 — графика на ультрах, 79 в среднем и 52 фпс для редких событий. Elden Ring — 60 кадров в среднем и 45 на редкие события. Ну неплохо. Ну то есть даже если не в 4к, то в 2к вы на этом железе играть сможете вообще во все что угодно на высоких настройках. По нагреву и шуму я уже сказал, что вот этот кулер от Deepcool немного шумноват, особенно по ночам. Плюс учитывайте, что сам корпус тоже не очень большой, и стоять скорее всего будет у вас на столе. Но такого кулера в принципе хватает для Intel Core i5 13400. И в играх, и в стресс-тестах камень сильно не греется. В играх, например, за 60 градусов он вообще у меня ни разу не убегал. Так что с охлаждением и троттлингом я проблем не вижу. На бумаге у этого процессора потребление 154 ватт, но в реальной жизни потребление не забегает за 110. Что касается видеокарты Tav Gaming RTX 4070, в данном случае она тут с запасом. Ну то есть в принципе, если вы через годик апните свой процессор на какой-нибудь Core i7, то эта карта в принципе еще как минимум пару лет будет чувствовать себя нормально. В бенчмарках 13400F, конечно, заметно уступает старшему Core i5 13600K в любых многоядерных тестах, и даже 12600K прошлогодний будет поинтереснее. Но в реальности оказалось, что этот процессор не так плохо в паре с RTX 4070. Вы получаете реальную возможность играть в 4К. Да, конечно, не во все игры, но это в принципе такому набору по зубам. В моей работе такая связка показала довольно неплохие показатели. Наш тест на рендер 4К ролика с шумоподавлением и источниками в H265 он проходит за 12 минут и 20 секунд. Для сравнения я тут покажу вам еще данные с топового ПК на Core i9 RTX 4090, флагманского игрового ноутбука на таком же железе и с MacBook Pro 16 на M2 Max. Разница между очень дорогим компьютером и относительно доступным почти в два раза. Но при этом точно такая же разница в два раза между вот этим компьютером и между MacBook Pro 16 на M2 Max. На таймлайне с 4К проектом и покрашенными файлами все в общем крутится неплохо. Зат иконы начинаются только когда вы активируете шумоподавление или какой-нибудь тяжелый плагин. В After Effects у нас тоже есть тестовый проект, титр с кучей эффектов, и вот вам тоже результаты рендера в сравнении с другими компьютерами. Неплохой результат и сопоставимый с M2 Max от Apple в ноутбуке за очень много денег. Правда в MacBook Pro 16 этот проект вообще не крутится на таймлайне, потому что на него навешано огромное количество эффектов. А на этом компьютере с таким железом все крутится неплохо. В общем я остался вполне доволен от такой связки от RTX 4070 и в принципе от Core i5-13400. Да, это не Raptor Lake, но сейчас цена на этот процессор упала и он вполне стоит своих денег. Он точно будет популярным и точно станет народным. По материнской плате конкретно вот эту мамку я вам могу советовать. Это конечно не флагбунский уровень, но тут тебе из коробки и Wi-Fi 6i, и Bluetooth 5.3, быстрый сетевой порт на два с половиной гигабит в секунду, куча разъемов и работает она стабильно. Ну и отдельно я бы хотел сказать по вот этому корпусу. Очень мне понравилось, что он легко и без отвертки разбирается, что он компактный и сюда в принципе поместится даже водянка, например какая-нибудь Rue Jinx. Ну а в общем у нас получилась хорошая сборка на несколько лет отличный офисный слэш-игровой компьютер, так что гейминг и нормальная работа возможны даже на бюджетных решениях. Пусть сегодня это и стоит немного дороже того, что мы привыкли называть бюджетным сегментом. Ну а это The Rock, всем мир!